Друзья, доброго времени суток! К нам поступил вопрос от подписчика питания при массонаборе плюс спортивное питание. То есть обычный дневной опцион дополнен добавкой спортивного питания. Для начала давайте представим весы. На одной чаше у нас будет расход калорий, на другое потребление. Это нужно, чтобы просто понять, о чем я сейчас буду разговаривать. То есть смотрите, если мы потребляем и расходуем одинаковое количество килокалорий за день, то вес стоит на месте. Если мы потребляем меньше, чем расходуем, то вес будет падать, потому что мы создаем дефицит калорий, это неизбежно. Но только в том случае, если мы будем потреблять больше, чем расходуем, то есть если мы будем перенасыщаться килокалориями в течение дня, только в таком случае у нас вес пойдет в гору. Вот от этого в принципе и надо отталкиваться. То есть не говоря пока о спортпите, само питание должно быть на массонабор, то есть как можно больше килокалорий. Если говорить о среднем мужчине 80-90 килограмм, то там в районе поддержания должно быть 3000-4000 калорий. Это уже зависит от вашей комплектации. То есть вы должны съедать не меньше. Вот естественно из белка наш организм состоит, поэтому вокруг белка, белковой пищей должно формироваться. Все, что мы едим. От этого и отталкиваемся. Еда калорийная. Чем больше, тем лучше. Добавки какие? Ну если говорить о жестком массонаборе, то тут в первую очередь на ум приходят гейнеры. То есть очень калорийный продукт. Вот они стоят. Пожалуйста, заценим. В одной порции от 700 до 1000 калорий. То есть сами представляете, кто-то там за день 1000 калорий съедает. Того раз там в шейкере за раз это выпили. Конечно, дневная калорийность у вас в разы поднимется. Че нужно помнить? Спорт пит вообще в принципе любой. На мой взгляд, должен составлять 30-35% от суточного рациона. Не более. С гейнерами вместе можно замутить креатинчик. Только смотрите так, как написано. Его принимать смысла вообще нет никакого. Потому что 5 грамм в день это медикаментозная дозировка. Производитель страхуется от дурачка, грубо говоря. Поэтому 5 грамм вам абсолютно ничего не дадут. Минимум 10. Я когда его принимал, я его до и после тренировки пьем. Тогда был смысл. У меня где-то 15 грамм в день выходило. Тогда только я почувствовал результат. И еще один бонус. Как только вы перестанете пить креатин, где-то через неделю у вас сразу все. Что вы на нем набрали, отойдет на задний план. Поэтому если вы собрались набирать как можно больше, то у вас он должен идти на постоянку. Это что касается прям такого свинского массонабора. То есть мы не следим за питанием, не следим за калориями, за качественной массой. То есть обливаемся гейнерами. Можно там в Макдак еще куда сходить. То есть калории по максимуму. Если вы хотите более-менее чистую массу, то тут конечно надо напротив обратить внимание. Потому что калорий в разы меньше. Белка там столько же, а то и больше. Тем более если вы следите за своим рационом. Курицы уедаться это довольно сложно. Она просто не лезет сама по себе. А тут в шейкере можно 30-40 грамм белка за раз выпить. Очень удобно. Аминки, БЦАшки. Тоже удобная вещь. Их пить можно вообще практически всегда. То есть вреда абсолютно никакого. Это строительный материал для наших мышц. Быстрее восстанавливаемся. И трениться веселее. Я, например, перед, во время, после тренировки всегда их пью. И обязательно две порции перед сном. Потому что восстанавливается человек во сне. Ну, в принципе, на данном этапе все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok